Радиостанции слишком много. Нужно ли столько рынку? Неожиданный итог подвел в Сочи замминистра связи и массовых коммуникаций. Сегодня пассажиры сочинских автобусов могли спеть в караоке. На курорте прошел флешмоб ко всемирным хоровым играм. Спасатели нашли детей, потерявшихся на склоне горы Фиш. Туда подростки отправились за лопухами. Безруков танцуют, а Хабенский выбивает долги. Любимцы публики представили новые картины на Кинотавре. Что изменилось за год в горячем ключе? Губернатор побывал в муниципалитете с рабочим визитом. Он проинспектировал объекты, которые посетил в прошлом году. Как исполнились поручения главы региона и что еще в городе предстоит сделать, расскажут наши краснодарские коллеги. Широкая напережная, велосипедные дорожки и места для отдыха. Так выглядит проект будущего городского парка. Пока он только на бумаге, но после благоустройства картинка воплотится в реальность, уверяет подрядчик главы региона. Пока же эта зеленая зона на парк еще не похожа. Делятся своими впечатлениями с Вениамином Кондратьевым школьники из Краснодара, которые приехали сюда на каникулы. Если примительно к краснодарским паркам, это парк или сквер? Сквер. Вот мы об этом и говорим, что сегодня здесь может быть сквер, а вокруг жилые дома и микрорайон, и город шумит. А парк, здесь парк. То есть это совсем другая инфраструктура, это другая зелень, это другое восприятие, окружающей среды. Человек должен зайти в парк и побыть наедине где-то с природой, даже если этот парк в городе. А для города, любого города, даже для горячей ключ, такой парк необходим. Так ведь, ребята? Да. Конечно. Мест для прогулок на курорте должно быть больше, считает Вениамин Кондратьев. Необходим настоящий парк, как минимум в 100 гектаров, принимает решение глава региона. Давайте оставим детям потомкам парк. И вот я предлагаю вам в горячем ключе подобрать место и на самом деле заложить мощный хороший парк. Горячий ключ это хороший курорт. Понимаете? А хороший курорт без хорошего парка, но не курорт. Еще один проект Вениамину Кондратьеву показывают на строительной площадке детского сада. С прошлого визита губернатора здесь практически ничего не изменилось. Объект планировали сдать в эксплуатацию еще два года назад, но из-за проблем с подрядчиком строительство затянулось. Картинки прежние. Садик чуть-чуть там видоизменился, а дети, к сожалению, не ждут. Они растут. Что нужно для того сделать, чтобы этот садик сдвинуть с первой точки? Сегодня никаких проблем нет. К 1 сентября мы планируем завести все от детей. Если здесь не будет оборудования для пищеблока, для прачечной и всего другого, дети сюда не придут 1 сентября. Проблема в том, что вы между собой не можете договориться. Вы информацию сейчас только выясняете. А мы сегодня даже здесь превращаем совещание. Мы настолько умудряемся все время совещаться, чтобы до работы у нас просто руки не доходят. А мы все совещаемся, что-то выясняем. Коллеги, я просто призываю завершить со всякими совещаниями и выяснениями отношениями. То есть выйти вместе на эту стройку, пройдите по этажам, и вы поймете, каким образом его достроить. Ремонтные работы необходимы сегодня детскому саду «Колокольчик». Это единственное дошкольное учреждение в городе для детей с тяжелым нарушением речи. Постройка 70-х годов. Замены требуют окна, а также внутренние коммуникации. Губернатор подчеркивает, здесь необходимо создать все условия для комфортного пребывания детей. Что-то для того, чтобы дети ощущали здесь, на самом деле элемент радости. Того, что они дети. Это очень важно. Потому что сегодня все равно мы должны дать детям то, что зовется детством. И все. Это наша задача. И им совсем не интересно, как мы ее будем выполнять. Остро стоит вопрос в горячем ключе и с условиями для занятий спортом. Эту проблему подняли уже на традиционной встрече с активом. Министр спорта рассказала, что сегодня в муниципалитете катастрофически не хватает ни тренеров, ни стадионов, ни спортплощадок. На сегодня 16% детей по итогам прошлого года в муниципальном образовании занимаются. Такого показателя нет ни в одном муниципальном образовании. Потому что на самом деле заниматься негде. Это два зала. Это стадион открытый. И те школы общеобразовательные, которые имеют спортивные залы. Вот найдите алгоритм. В месяц ездите хоть в какое угодно муниципальное образование, подключайте лимитационную, ищите способы, возможности. Молодежь, тем более на селе, в поселках, в Кударах должна быть максимально охвачена. Максимально охвачена. Нашей заботой. Это принципиальное решение. Поэтому здесь никаких оговорок больше быть не может. Не меньше озабочены жители горячего ключа и подачей воды в свои дома. В некоторых микрорайонах и поселках она до сих пор либо течет ржавая, либо несколько часов по графику. Вода ржавая, или вообще бежит, или вообще не бежит. То есть два момента по воде. Потому что вода – это жизнь. Горячий ключ. Вроде как сам Бог велел быть с водой. А как бы люди жалуются. У нас из шести спаржи заработало две. Мы сегодня эту проблему решили. Да, она не всегда чистая, но вода там есть теперь не по графику. Действительно смешно. Можно сказать, больного курорта без воды. Дополнительно пять скважин полностью с ним будет потребность всего горячего ключа. Давайте, просто не снимайте, потому что я хотел бы, чтобы он в прошломе никогда не поднимался в горячем ключе. Если решить все эти накопившиеся проблемы, горячий ключ сможет стать современным курортом, считает глава региона. Тем более, что база для этого сегодня есть. А больное лечение сейчас как никогда экономически востребовано. Но о том, что в Краснодарском крае есть минеральные источники, должны знать не только местные жители. Я уверен, что если мы здесь где-то совместно вложимся, и краевой бюджет, и муниципальный, и инвесторы, мы получим качественный курорт, который сегодня очень востребован. Надо вложиться в один год, в один год и пошуметь. Вот дальше рекламу должен подхватить качественный отдых. Вот в чем вопрос. Насколько дальше горячий ключ готов дать этот качественный отдых. Качественное санаторное лечение, качественное больное лечение. И на самом деле доказать, что реклама была не просто рекламой. Тогда сразу панное радио подхватит это все, и сам бренд сам по себе полетит по стране. Бренд горячего ключа. Ровно год назад после визита губернатора в горячем ключе обновили руководящий состав курорта. Время у нового главы для адаптации уже прошло, и сегодня пора переходить к действиям, говорит Кондратьев. Но участвовать в решении проблем должны не только лишь муниципальные власти, но и краевые чиновники, предлагая выходы из ситуации. Мария Крошина, Ирина Касабова, Алексей Комаров и Денис Москаленко, Кубань-24. Горячий ключ. В муниципалитетах края появятся инвестиционные уполномоченные. Их деятельность будет направлена на создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности в городах и районах края. Соответствующее распоряжение подписал Вениамин Кондратьев. Инвестиционные уполномоченные будут участвовать в привлечении инвестиций в экономику региона, сопровождать проекты, информировать инвесторов о форматах государственной поддержки, анализировать инвест-деятельность на территории своего муниципалитета. Отчеты они должны будут предоставлять в Краевой департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства до 10 числа каждого месяца. Муниципалитеты определяют инвестиционных омбудсменов в течение 14 дней со дня вступления распоряжения в силу. Эту информацию города и районы края предоставят в региональный департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. В Сочи обсудили будущее регионального радио. Сегодня подвести итоги работы пятой юбилейной конференции радищиков приехал заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Болин. Одна из основных тем форума – эффективное управление медиахолдингом сложной экономической ситуации. Тема эта действительно актуальна, отмечает замминистра. Ведь, ко всему прочему, сегодня в стране, по его словам, слишком много радио. Сегодня Алексей Болин заявил о возможном введении моратория на открытие новых радиостанций. Частот хватает, но количество радиостанций значительно больше, чем в состоянии прокормить рекламный рынок. Следовательно, надо или увеличивать рекламный рынок, или сокращать количество радиостанций. Вполне возможно, что индустрия скажет, что это не нужно, потому что мы точно будем, прежде всего, ориентироваться на мнение индустрии. Сами же участники конференции, будущее регионального радио, уверены, что будущее действительно за локальным вещанием. Мы видим, что у локального вещания есть своя ниша. Она достаточно большая. Более того, они осознают свои интересы на этой нише все больше и больше. С другой стороны, количество людей, которые готовы выйти на 24 часа собственного программирования, собственного контента, оно очень незначительное. Поэтому, перед тем, как говорить, что будущее за локальными радиостанциями, желательно увидеть подтверждение этого на практике. Этот вопрос Волин считает спорным, опять-таки, по причине рекламной составляющей. Индустрия должна научиться зарабатывать деньги по-новому, в том числе с помощью интернета. Ведь количество слушателей радио через всемирную паутину с помощью компьютеров и смартфонов сопоставимо со слушателями радио по классической модели. Пришло время освоения новых рынков. Министерство же готово оказать всяческую поддержку, подчеркивает Волин. Что же касается перспективы музыкальных программ на радио, то она не меньше, чем у телевизионных сериалов, подытожил замминистра. Полностью же радио в интернет не уйдет еще в ближайшую пятилетку. Сегодня пассажиры сочинских автобусов могли спеть в караоке. На курорте продолжается масштабная подготовка к всемирным хоровым играм, чтобы жители и гости города смогли поддержать участников. И сами приобщиться к международному событию представители оргкомитета вокального чемпионата. И мэрии устроили вокальный флешмоб, расскажет Татьяна Говоркова. Сколько лет, сколько лет, где тебя носила? Живое исполнение песен советского кинематографа в городском общественном транспорте звучит впервые. Эта уникальная акция посвящена предстоящим северным ходовым играм, которые стартуют на курорте 6 июля. Вот так жители в Сочи показали, что наш город не только курортный, гостеприимный, но еще и поющий. Тексты песен на рекламных экранах в автобусах, курсирующих по центральному району города, появлялись через каждые 25 минут. Поэтому, когда начинала звучать фонограмма и кто-то подхватывал знакомый мотив, для многих пассажиров это было приятным сюрпризом. Как-то неожиданно все получилось. Я сел в этот транспорт, еду по своим делам и смотрю, начали запивать, я вообще офигел. Очень классно, очень реально классно получилось. Патриотизм такой прям. Хорошее настроение сегодня было обеспечено и водителям автобусов, принимавшим участие в акции дорожного караоке. За 10 лет работы Анатолий Амазов привык сам развлекать пассажиров, включая магнитолу, а тут все наоборот. Настроение поднимается? Да нельзя поднимается, как никогда. Да, очень даже поднимается так, чтобы я не ожидал такого, чтобы меня даже не репетировали, я просто так спокойно относился к этому сегодняшему дню. Спасибо вам всем огромное. Такой вокальный флешмоб не только поднимает настроение, но и показывает, что петь может каждый, главное – желание и соответствующий настрой. В Сочи, наверное, все готово для проведения хоровых игр, потому что здесь люди поют, здесь все улыбчивые. Сейчас мы готовим несколько флешмобов, но это за занавесом, так сказать. Потом все увидите. Кстати, в преддверии караоке-акции на автобусах и маршрутных такси появились хэштеги вогальной эстафеты «Душа поет». Принять в ней участие может каждый, у кого есть профиль в Инстаграме. Для этого необходимо записать видео с песней и выложить на своей странице с официальными хэштегами вокального чемпионата. В Сочи проверили экскурсионный транспорт. В рейд вышли госинспекторы технадзора ГИБДД. Один из таких рейдов был проведен в районе поста ПСОУ. Инспекторы проверили наличие путевок у водителей экскурсионных автобусов, а также техническое состояние транспорта, на котором планировали осуществлять экскурсии в Абхазию. Всего за время рейда полицейскими было проверено около 40 автобусов. Установлено, что 8 водителей управляли транспортом без путевой документации, не проходили предрейсовый осмотр у медика и механика. Более того, у двух автобусов были выявлены неисправности в рулевом управлении. Их доставили на спецстоянку. Приступить к работе водители смогут только после устранения всех неисправностей. Такие рейды будут проводиться сотрудниками госавтоинспекции на протяжении всего курортного сезона. Спасатели нашли детей, потерявшихся на склоне горы Фишт. Накануне в отряд обратилась сестра одного из заблудившихся подростков. По ее словам, он вместе с еще шестью товарищами ушел 7 июня в поход в район горы Фишт и не вернулся. Выйдя на связь, брат сообщил, что они потерялись и им нужна помощь. Сегодня спасатели вылетели на поиск туристов. Увидев вертолет, молодые люди развели костер. Благодаря этому спасатели обнаружили заблудившихся туристов. На северном склоне горы Фишт, в двух километрах от канатной дороги комплекса «Лунная поляна». При помощи бортовой лебедки группу туристов подняли на борт. Медицинская помощь им не потребовалась. Всего в составе группы было семь человек. Из них шесть подростков от 13 до 16 лет. Все они жители Обширонского района. Как рассказали туристы, они отправились к компании в лес за лопухом. К вечеру на горы опустился туман, и дорогу назад они уже найти не смогли. Из еды совой практически ничего не было, так как собирались в лес на один день. Туристов доставили на базу спасотряда, где их забрали живущие в Сочи родственники. Измерить давление и получить консультации специалиста. Муниципальный центр здоровья курорта проводит акцию «Знать цифры вашего артериального давления». Врачебный пост разместился прямо на территории торговой галереи. Здесь можно бесплатно измерить давление и при необходимости получить консультации специалистов. Акцию врачи муниципального центра здоровья проводят уже не первый раз. Прохожие с удовольствием узнают цифры своего давления и не просто ради любопытства. Желательно знать, конечно, свое давление. Сейчас очень много болезней развиваются от того, что там давление высокое или низкое. Поэтому надо обращаться. Кстати, в ходе акции выяснилось, что большинство из тех, кто измерял давление, и оно оказалось выше нормы – курильщики. Их тут же приглашались описаться на прием в кабинет отказа от курения. Он работает на базе центра. Особенно после 40 лет каждый пациент, каждый житель города, должен измерять артериальное давление регулярно. Посещать врача раз в год обязательно. И регулярно измерять свое артериальное давление. Потому что во всем мире и в России смертность от сердечно-сосудистых заболеваний находится на первом месте. Добавлю, что акция изначально была посвящена Всемирному дню борьбы с гипертонией. Но специалисты Муниципального центра здоровья решили ее продлить и проводить в течение всего лета. Сочинские выпускники сегодня сдавали ЕГЭ по иностранным языкам. Первое испытание – устная часть. Вообще, участники могли выбрать – сдать экзамен только письменно или устно, или же пройти обе части. За них можно получить 100 баллов. ЕГЭ в устной части решили сдать больше 350 сочинских школьников. Большая часть выбрала английский язык. И около 20 предпочли по выбору сдавать немецкий и французский. Устная часть экзамена сегодня проходила в семи общеобразовательных учреждениях. Только в 15-й гимназии количество участников ЕГЭ по иностранному языку составило 46 человек. 13 из них написали заявление об отказе в сдаче тестирования. Это те, кто посчитал для себя ненужным набирать дополнительные баллы для поступления в ВУЗ. Раздел «Говорение» оценивается максимальной оценкой в 20 баллов. На выполнение заданий устной части ЕГЭ по иностранным языкам отводится 15 минут на каждого участника. Экзамен проходит за компьютером. Устные ответы выпускников записываются на аудионоситель. На данном ПП у нас 7 аудиторий. Это 4 аудитории подготовки и 3 аудитории непосредственно проведения экзамена. В аудитории подготовки ребята заполняют регистрационные бланки, ждут свою очередь. Затем они проходят в аудиторию непосредственно сдачи экзамена. Здесь задания состоят несколько частей. Это и говорение, чтение. После того, как завершается экзамен, все данные собираются, сохраняются, отправляются в край. И в течение 10 дней мы ждем результатов экзаменов. Что касается письменной части ЕГЭ по иностранному языку, то в этом году участники экзамена будут ее сдавать 14 июня. Она выполняется в течение 3 часов и оценивается максимальной оценкой в 80 баллов. В целях контроля во всех учреждениях, где проходит ЕГЭ, ведется онлайн-видеонаблюдение и видеозапись. Горской совет ветеранов и Сочи Патриот-центр провели круглый стол. Обсудили новые методы патриотического воспитания и деятельность патриотических сил в городе. В зале музея истории курорта собрались руководители управлений и отделов администрации города, ветераны, участники Великой Отечественной и председатели ветеранских организаций, а также руководители военно-патриотических клубов. Многие из участников круглого стола состоят в Сочи Патриот-центре. Он был создан в июне прошлого года с целью объединения усилий в организации работы по военно-патриотическому, правовому и нравственному воспитанию молодежи и координации тематических мероприятий, которых за время деятельности центра на курорте прошли десятки. В наш Сочи Патриот-центр входит около 30 муниципальных и общественных организаций, занимающихся патриотическим воспитанием. И, конечно, вот такая сила намного больше может сделать, чем просто городской совет ветеранов в лице комиссии по патриотическому воспитанию. У нас большой сводный план, и мы стараемся выполнять этот план. В Сочи продолжает свою работу 27-й открытый российский кинофестиваль «Кинотавра». Сегодня журналисты общались с Сергеем Безруковым и Константином Хабенским. Накануне состоялся премьерный показ двух кинолент «После тебя и коллектор». Основной конкурс «Кинолент» продолжится еще пару дней. Помимо просмотров новых фильмов, участники фестиваля посещают спецкурсы. Их проводят писатели, сценаристы, режиссеры. Ну а ежедневные пресс-конференции помогают глубже понять замыслы авторов фильмов и разобраться в тонкостях и нюансах съемочного процесса. «После тебя» – это третья режиссерская работа Анны Макисон, супруги Сергея Безрукова, который исполнил в фильме главную роль. Это история про знаменитого актера-балета Алексея Темникова. Человека талантливого, но достаточно одинокого в силу своего сложного характера. Женись на мне. Что? Это я, кажется, делаю тебе предложение. А я отхожусь. Его мучит вопрос, который, впрочем, заботит каждого человека, что я ставлю после себя. И он, зная о прогрессирующей болезни, решается поставить балет. Сергею Безрукову нужно было самому танцевать в кадре, но не во всех сценах приходилось прибегать к помощи дублера. Что касается балета, то я, естественно, любитель абсолютный. Как драматический артист, когда-то прошел занятие танца в школе-студии МХАТ, и на этом все. Я поверил в себя, хотя, честно могу сказать, действительно волновался, потому что, ну, 42 года, и я не профессиональный артист балета. Ну как? Волновался, но тем не менее. «После тебя» – это фильм про характер, про судьбу человека. Сильный актерский состав – Алена Бабенко, Сергей Газаров, Владимир Мельшов. Фильм «Корректор» актуален, как никогда, тоже про человека, но наделенного психологическими способностями, а, соответственно, имеющего все возможности работать коллектором. Его играет Константин Хабенский, и этим все сказано. Любимец публики, ну, никак не может стать отрицательным героем. Я никого не убивал. Ты загнал человека в угол и не оставил другого выхода. Это моя работа – помогать людям возвращать долг. Ну, признайся, тебе страшно? Работая с крупными должниками, коллектор сам становится мишенью. И у него всего только одна ночь, чтобы избежать наказания. Режиссер фирмы Алексей Красовский сообщил на пресс-конференции, что они планируют представить коллектор на международный фестиваль в Карловых Варах. Елена Овсецна, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В Сочи начала свою работу ежегодная выставка «Красота и грация». На курорте она проходит уже в 16-й раз и собирает лучшие компании со всей страны, которые знают о красоте все. Это парикмахеры, визажисты, косметологи и мастера маникюра. Наибольшей популярностью на выставке пользовался стенд школы-студии «Виал» из Краснодара. Сотни оттенков, стойких гель-лаков, кисти-пилки, стразы, жидкости – одним словом, все для маникюра. У стенда школы-студии «Виал» на выставке в Сочи очередь из клиентов. «Виал» – это не просто студия, откуда каждый уходит с ярким индивидуальным маникюром и ухоженными ногтями. Это в том числе школа и магазин. Нам не главное взять деньги, нам главное сделать свое имя. На нашей территории существует магазин ногтевых материалов, очень хорошие лаки. В том числе фирмы «Близ». «Виал» является региональным представителем этих лаков. Школа ногтевого сервиса «Виал» – это мастера высокого класса. Научат делать маникюр, обучат всем видам росписи и лепки. У нас курсы от пяти дней базовые и один-два дня. То есть это курсы повышения квалификации по росписи. Как пришел к нам новичок с нуля, так и тот, кто пришел повысить свою квалификацию. То есть мы рады всем. С продукцией и услугами школы-студии «Виал» можно познакомиться на выставке «Красота и грация» до 13 июня. «Виал» приглашает к сотрудничеству оптовиков, а еще посетить салон в Краснодаре по улице Уральская, 129. Не остался без внимания и женщин и мужчин на выставке «Красота и грация» – стенд студии «Красоты Марлен». В самом центре выставки «Красота и грация» расположился уютный стенд салона «Красоты Марлен». Посетителям экспозиции предлагают целый ряд услуг. Одна из них – это стрижка и укладка. Работают профессионалы высокого уровня. К слову, в студии «Марлен» над красотой своих клиентов трудятся только высококлассные специалисты. Ногтевой сервис – это визитная карточка салона. Под умелой рукой мастера ногти клиентов превращаются в настоящее произведение искусства. Художественная роспись, слайдер-дизайн – «Марлен» готовы удовлетворить любые фантазии любительниц яркого и стойкого маникюра. Приходите все на выставку, можете познакомиться с нашими мастерами, сделать укладки, прически, стрижки, красивый маникюр, пробовать нашу продукцию, на которой мы работаем. Надо сказать, салон красоты «Марлен» хорошо знаком с сочинцем на курорте. Он работает уже пять лет помимо стрижек и маникюров, услугам местных жителей и гостей – массаж, татуаж и художественные татуировки. Познакомиться с салоном «Марлен» можно на выставке «Красота и Грация» до 13 июня или прийти в салон в торговом центре «Атриум» на первом этаже, офис 125. На выставке «Красота и Грация» в выставочном центре на Несеверской сегодня презентовали новую коллекцию уникальных водостойких карандашей для губ, глаз и бровей фирмы «Пош». Презентация продукции фирмы «Пош» собрала много гостей. Женщины с удовольствием примеряли на себя разные оттенки уникальных перманентных карандашей для глаз, губ и бровей. Уникальность в их стойкости. А благодаря витаминным и натуральным антиоксидантам они имеют еще и омолаживающий эффект. Это как карандаш-помада, она наносит, три минуты ждет. Карандашики у нас практически не стираются. Карандаши реагируют только на жир. Карандаш на губах держится до 18 часов, а на глазах и вовсе до двух дней. И это по уникальной цене всего 500 рублей. Очень актуально для Сочи. То есть девочки могут купаться, могут отдыхать, загорать. Все остается на наших любимых красивых девушках. Продукция «Пош» после нанесения не оставляет следов, а выбор оттенков порадует даже самых капризных девушек. Так же, как и коллекция лаков для ногтей, это новейшая технология. Лаки-гибриды. Без использования лампы эффект до двух недель. С новой коллекцией бренда «Пош» можно познакомиться на выставке «Красота и грация» в выставочном центре на Несебрской. И в завершение информации от наших партнеров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Партнер выпуска – бизнес-центр «Грант». В одном месте представлены материалы для отделки и ремонта, мебели и предметы интерьера, а также текстиль, климатическое оборудование и многое другое. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. О всем самого доброго и удачных выходных!